МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации, телерадио компании Гомель. У студии працуя Александр Гамоля. Глядите в этом выпуске. Социальное партнерство и выникам мониторинга применения контрактной формы найма. Президиум областного объединения профсоюзов не зная шоу значных порушения у организациях Ветковского района. Бизнес без регистрации ИП. Податковая инспекция узмацняет информационную работу. Велопрагулка по Гомеле. На выходных отбудется закрытие велосезону. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Президент Беларуси Александр Лукашенко означает макшимость супрацовництва Беларуси и Великобритании в сфере электротранспорта. Про это он заявил сегодня на встрече с Державным министром по справах Европы и Америки Министерства замежных справ Великобритании Аланам Дунканам. Александр Лукашенко подкреслив, что Великобритания приняла вельми цикавое решение. С певного года отмывится от продажи и выкаристания автомобилей с руховиками внутреннего сгорания. Я витаю и аплодырую такому решению. По вашим прикладе, у гэтым накерунку и мы вырошили рухаться. И у гэтым плане шукаем наибольше досвеченных партнеров у гэтой сферы, отзначил кераунник Державы. Давайте разом поспробуем працывать у Беларуси, пропоновал президент. До инших тем выпуску незаконное дисциплинарное покарание, практика выкаристания контрактной формы найму и перагляд коллективных договоров. Сёдня у Вецы прайшло выязное посяжение президуума Гомельского областного объединения профсоюзов, на яким разгледжены пытания социального партнерства. Про оборону працованных правов материал Олега Синсерова. Сёдня у Ветковском районе денежу из каля 70 предприемцев, 14 из их уверенностей, проверили специалисты Гомельского областного объединения профсоюзов. Основную увагу уделили пытанием применения контрактной системы найма. Значных порушений не выявили ни где. Для ликвидации остальных отвели один месяц. У Ветковском филиале акционерного товариства восьмой соковика сегодня працуются для 50 человек. По осудности, этот участок створили для просовыскования работников в шероху мясовых предприемствах, в яких спойнили свою деятельность. По першу чергу, по вовно-продильной и ткацкой фабрик. Раз в неколькемесяцах перенавучения, жанчины приступили до самостойной працы. За два года звонился только неколький человек, причем усея по властным жаданне. По инших причинах контракты не записывали ни с кем, зато и предугледили особливые умовы працы для жанчин, які одни выховыць децей. Мы для них сделаем среднюю смену. Удобное для нее время. То есть она пришла, завела ребенка в садик или в школу, отработала свои 8 часов и ушла домой. Контрактная система найму до этого часа успеемается неоднозначно. По областным объединам профсоюзу кажуть, что у Вогули спробуй звонить работника без уважливых причин после закончения терминов контракта на гомичине есть, але завершаются она часто одновлением на праце и выплатой компенсацией за кошт наймальника. Зараз профсоюзы пропонують унести у працонных кодекс додатковое положение, яке зробить работнику яще больше обороненными. А про чатаго контрактная система повинна продовдерживать додатковое материальное самолевание. У Ветковском районе такая практика применяется достатково часто. Повышение тарифной ставки оклада по контракту в учреждениях и организациях Ветковского района составляет от 30 до 50%. Это очень много. Наниматели не допускают формального подхода в установлении контрактных надбавок. Также дни отпуска до 5 календарных дней они предусмотрены во всех контрактах. Ветковский ясный сад номер один, як приклад того, як можно захавать коллектив навод у самых складанных умовах. Поколь некаких месяцев гэта установа знаходилась она реконструкция, ея работникам выплачивалась материальная допомога. Причин для звольнения не шукали, и сёня уче специалисты знову на своих працонных местах. Ясчерас, да, плюсов и минусов контрактной системы найму, президиум образцового объединения профсоюзов завернувся непосредственно подчас посяжения. Упершую чергу о контракте социального партнёрства. Небыто по причине складанной экономичной ситуации на некоторых предприемствах означаются спробы ликвидации коллективных договоров. Объединения профсоюзов с такой практикой категорично не сгодны. Некоторые положения могут быть припинены, однако отменять этот документ нелегонават по узаемной сгоде Баку. Упрощать его до каких-то низких пределах – это недопустимо. Пересмотреть, приостановить выполнение каких-либо пунктов в связи с тяжёлой экономической ситуацией на предприятии, в организации, это возможно. И то, опять же, это будет обсуждаться общим собранием, приниматься общие решения и вноситься какие-то приостановления в действия пунктов, либо изменения. Ветковский район стал первшим, где специалисты образцового объединения профсоюзов провели мониторинг к применению контрактной системы найму. Теперь готовы практику меркуются распрощаться и на иншие регионы. Олег Сенчуров, Валерий Габанько, телерадиокомпания «Гомель» с Ветки. А наступная информация для тех, кто марить об уластной справе. Открыть цырульню, пятшую торт и займаться компьютерным дизайном. Об поширении видов экономической деятельности, якими можно займаться без регистрации, продприимальництва, ишла размова сегодня у Жлобеня на выездной коллегии Гомельской областной инспекции по податках и сборах. Головное зараз – донести информацию до насельництва. Гэтым повинны больше активно заняться районная податковая инспекция, и прогучала на коллегии. Нагадаем указ номер 337 об прогулявании деятельностей физичных особ, дояснуючих 18-ти додавья ше 12 видов деятельностей, якими можно займаться по заявным принципам, без регистрации ИП. У гэты пиралику вайшли на прыглад реализация самостоянно приготованных кулинарных выробов, выконание работ по ремонте мэбли, годинников и обудку, пошиве оденья, цырульницкие и косметичные послуги. Документы закликаны повысить самозанятость насельництва и изнизить колькость беспрацовных. Одинная умова – деятельность треба житявлять самостоянно, без удела наемных работников. Зараз у Гомельской области видами деятельности по заявным принципам займаются каля 2 с половой тысяч человек. Гэта третье место у республики пасля Минска и Брэзской в области. Сегодня человек может продавать хлебоболочные изделия, им приготовленные на специально отведенных местах, на рынках. То, что может человек не регистрироваться, который обслуживает, например, компьютерную технику, заплатил единый налог до начала осуществления деятельности и оказывает эти услуги. Подробязный репортаж глядите у наших наступных выпусках. Протягиваем выпуск областные с поборницей выратовальников пройшли у Мазыры. На учебно-тренировочной базе собрались переможцы по передних этапам. Гэта представники Гомеля, Мазыра, Октябрьского, Жлобина и Рэшицы. Супрацовники МНС выконывали нормативы на худкость и якость. Подробязности у наших мазырских коллег. Две хвилина на тоя, к обцелкому проноться в боевой рыштунок. До трех хвилин, к обзавязать двойный выратовальный узел вокруг человека, якому потребна терминовая эвакуация. У споборництвах МНС и акуральная праца важна кожная секунда. И коли у турниры боротьба идёт за перемогу, то при ликвидации надзвычайных ситуаций с житёй людей. С поборництвы проходят у некольки этапов подъём по штурмовой лесвице, боевое разгортвание и тушение умолного пожару. В гостеприимном городе Мозыре проводятся ежегодные соревнования на лучшую дежурную смену по нормативам по пожарно-варенно-спасательной подготовке. Здесь мы специально ежегодно подбираем такие нормативы, которые наиболее приближены к боевым условиям. То есть это и лазание по лестницам, по трёхколенным, по штурмовым лестницам, и проведение нормативов непригодных для дыхания в среде, и одевание на скорость боевой одежды и снаряжения. То есть мы, это кроме соревнований, ещё как элемент тренировки. Практикование выконывается у полной экипировцы. Пожарно-пракладный спорт вельми динамичный и видовичный, по трабое великих физичных и душевных сил. Им займаются все супрацовники МНС по роду службы. У споборництвах удельничают только лепшие. У гэтым споборництвия працовываются профессийные навыки, які доводятся до автоматизму. Гартуется характер, а еще работа у команде. Миновито умение сгруповаться и упевнено дейничать, допомагают вратовальникам у назвучайных ситуациях. По выниках споборництва в третье и другое место заняли команды Мазыра и Гомельска городского отдела по назвучайных ситуациях. Пераможцами стали вратовальники Жлобинского района. Виктория Синицкая, Вячеслав Праписнов, Светлана Грудько, телеканал Мазыр. Специально для телерадиокомпании Гомель. 30 вересня у Гомеля пройдет заключный у гэтым годзе восеннский велопробег. По удельничать могут усе, жадающие. Здесь нець велопрагулку пропануется от медуниверситета на Ланге до Лядового палаца. Маршрут пройдет по Советской, Свирыдова у Сходним обходе. Удельники стартуют у 11 годзин у супроводжений супрацовников ДАИ. Развитание с теплом. Завтрашнего дня в осень пошли заявлять про свои правы. Температура поветра станет понижаться. Серады неба над Гомельской в областью затягния облоками. Завтра у день поветра прогреется до плюс 15, у шатвер до 13, а уже у пятницы только до 10 тепла. У ночи изусим до плюс 3. До субботы опадков не шакается, правда и без их в ближайшие дни солнце будет радовать жахару региона у сё ради. В неделе премия эстафета у субботы у гэтый день так само очакаются дажим. Дённый температурный фон складе от плюс 10 до плюс 12 градусов тепла. Гэта и иншая новинна вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomil.by Далее вы эфиры «Спорты у нагляд». С новинами спорту вас познайомить Максим Савин. Продолжение следует... Продолжение следует...